Вопрос о доверии Ярослав бы сказал, как хочешь, как тебе удобно. Иди туда, чтобы все получилось. Ярослав расскажет нам именно о технологии блокчейн, которая позволяет сделать так, что те договоренности, то доверие, которое у нас возникает, его невозможно порушить никем, никто не может зайти, обмануть, поделать. Почему? Расскажет сейчас вам Ярослав. Давайте так. Кто, знаете, такой биткоин? Раз, два, три. Отлично. Кто держал воздух? Ага, он электронный, конечно, держал. Кто покупал, скотовал биткоин. Раз, два. Вот. Посторожнее, не сломай на трибуну. Ну, как бы, есть Википедия, да, так можно открыть Википедию, прочитать, что такое блокчейн, прочитать, что такое биткоин. Давайте поговорим скорее на то, для чего его используют. То, что это, программисты это могут сделать, это все понятно, это уже сделано, это проверено на много рядов, потому что это надежный этаж. В экономике, куда это применять? Куда этот биткоин? Ну, реально. Вот эта проблема, которая сейчас, в основном, сейчас это все спекуляция. Ну, типа, он растет. То есть, купил за 10 рублей, продал за 100 рублей, все супер. А в экономике куда? То есть, ну, доступно, например. Есть предприятия. Между предприятиями есть взаимоотношения. Вот тут вот Vexel. Vexel или CryptoVexel – это запись технологии блокчейн, да, на базе которого, собственно, он позволяет делать запись, в том числе передачу прав, требования по долгам. Есть три уровня денег вообще. Первый – это товарные, то есть, обеспеченные. Ну, Vexel – это тоже можно сказать, что обеспечение обещанием человека в определенное время выводить. Вот. Есть, так сказать, акции компаний. То есть, это, скорее, ожидание того, что они вырастут. Вот. И есть некоторые большие такие глобальные, ну, как рубль или доллар. Вот. То, что называется деньгами. И первая, вторая, третья – это, в общем-то, расчетные единицы, расчетные средства. И они выполняют, каждый из них выполняет функции денег. Примеры стоимости, средства обмен, средства обращения. Вот. Если примитительно к ступену говорить, и говорить про экономику, в первую очередь, да, с помощью каких-то инструментов. Ну, понятно, инструмент блокчейн, надежность. Но, в первую очередь, экономика – это производство. Когда мы говорим о том, что на производство задействованы люди, ну, пока в будущем не смотрим, то, что роботы все будут делать, да, пока люди делают. Люди хотят получать оплату туда. Ну, соответственно, чем больше оплаты, тем больше мотивации заставаться в регионе. Вопрос. Как можно повысить эту мотивацию, чтобы людей, наоборот, да, приезжать в ступино? Что для этого делать? А давайте дадим им дополнительные бонусы. Ну, только эти бонусы нельзя забывать деньги. А что дадим? А эти бонусы, они должны иметь свойства денег и конкурировать с углем. Ну, то есть, мы можем это сделать, например, с Демеричем. Демерич – это плата за хранение. Ну, то есть, это плохие деньги, которые постоянно обесцениваются. И тебе надо как можно быстрее куда-нибудь деть, иначе… Не хотите плохих денег? Не хотим, да, хороших давай, да. Люди не хотят денег – это на самом деле. Люди хотят товары, это да. Вот. И поэтому человеку… Какая разница, как эти тублики называются? Хоть рубли хоть доллар, хоть биткоин. Главное, что я за них могу приобрести? И вот, когда я, условно говоря, шел на работу, и мне дали рублей, и еще напомню еще тубликов насыпали, я потом прихожу в магазин и приобретаю товаров в два раз больше. Они – нормально. А мне какая разница, как эти тублики называются? Так вот, эти тублики – это долговые обязательства предоставления скидки. То есть, мы, ну, естественно, в законодательстве Российской Федерации, на территории Российской Федерации, товары обязательно должны к купли-продажу пойти. Но мы продаем эти товары за скидкой. А скидку мы людям выдаем за то, за то, что человек находится на территории скупки. За то, что он лоярный к нам в законопослушный гражданин. В законопослушный гражданин. И участвует в развитии регионов. То есть, он, глядя, активно в журнале. Вот, собственно, есть программа активно в журнале на Москве, где выдают все эти баллы. Вот эти баллы внутренние можно пойти и отменять на гамбургер. То есть, это внутренняя валюта. Вот я могу подарить этот гамбургер своему соседу. То есть, это является валютой. То есть, фактически. Но эта валюта никто не назвает, поэтому можно. Мы можем все это то же самое сделать в блокчейн. Почему блокчейн? Дело в том, что, когда централизованная система, то есть уязвимости. Потому что выпускают лишних вот этих вот подарков, скидок. И потом кто-то другой должен будет за них отвечать. Вот, чтобы этого не происходило, пускай выпускают сами те, кто эти скидки предоставляет. Ну, то бишь, те предприятия, которые находятся в этом районе. Но, а для чего им предоставлять эти скидки? Ну, мне кажется, здесь две задачи. Первая – это привлечение клиентов к себе. То есть, клиент, в первую очередь, пойдет сюда, где ему предоставляют скидки. Ну, и мы их, конечно, рекомендуем. И второе – это администрация данного района. Она напрямую заинтересована в том, чтобы люди, находящиеся в этом районе, работали в этом районе, тратили деньги на продукты, произведенные в этом районе, а не где-то там. Чтобы поддерживать экономику свою. Да, более того, можно внешне привлекать по тому же самому принципу. Когда крипто… То есть, мы предоставляем крипто вот эти купоны, да, там, назовем. И их можно приобретать, в том числе… Ну, пример шляпка «Колеон», все знают, да? Он, так сказать, дарит «Колеон», который является некоторой скидкой на приобретение продукции. Вот. И он их раздает бесплатно. Ну, субботу, например, в прошлом. То есть, скажи, пожалуйста, вот тебе один «Колеон». Ну, просто подарок. Ну, чтобы тебе его отоварить, надо приехать, заплатить рублей. И тогда ты получаешь продукт. Вот. Товар. Ну, дальше инструмент. Ну, собственно, инструмент крипто… Мы ехали, когда обсуждали по поводу того, что… А вдруг отключить электричество? Чего делать? На самом деле, это технологически, опять же, решаемая проблема, потому что мы… Ну, с централизованной системной, там, с центробанком, с банком, понятно, да? То есть, там все, центр, там большой дата-центр. И если у вас электричество отключили, ну, соответственно, на эту связь, то она не работает. С биткоином, если у вас отключили электричество, тоже не работает. А в случае, если мы выпускаем купон, купон хранится у меня на телефоне, и, значит, я передаю с телефона на телефон через МФС или через глутуз, этот купон. Но там есть все равно ограничения. То есть, связь с интернетом, она все равно должна быть, но есть определенный временной промежуток. То есть, операция пройдет, купли-продажи пройдет, но потом необходимо будет подтвердить в глобальном децентрализованной плате данных, что эта операция действительно прошла. То есть, технологически это решаемо. Даже если нет электроэнергии, потом это все, да? То есть, ну, там, два часа в Литвове, то есть, на протяжении двух часов… А, Иван Владимирович говорит, что если на телефон он на телефон сядет, смотри, что делать? А, нет, ну, тогда, если я из-за этого не знаю, испанга… А, да-да-да, это мы студенты, кстати, придумали. У меня еще есть практическое подтверждение. Вот опыт серфика. Сейчас серфиком стал центром культурной, культурной столицей молодежи. Там выступают рейтеры, все известные там и так далее. Почему? Потому что там они выступают в три раза дешевле. То есть, в Москве на концерт вход 6 тысяч, там две, да, и, ну, тысяча там, меньше гораздо. И молодежь вот фанатная, они электричками едут туда, на этот концерт, как бы. И вот здесь та же история, да? Приезжайте в Ступино покупать наши продукты питания более атласные. Например, какая-то выставка, что-то, что можно посетить только в Ступино, и только за вот эти специальные бонусные деньги. Сейчас это что? Очень хорошо. Это может работать. У Калеонова. И по здоровью, например, вот мы разговаривали. Ну, то есть, люди реально едут в деревню, да, чтобы посадить это дерево. Ну, это прикольно, потому что там есть вот эта игровая составляющая, в том числе, ну, и воспринимательство денег. Потому что, на самом деле, Калеоны, они у нумизматов пользуются ценой, и полная коррекция Калеонов стоит 400 евро. Олег. Ну, Юрий Руслан, спасибо. Спасибо большое за внимание. Забыли, на том числе, что вам было.